Сегодня мы с вами будем возрождать Центральную Америку, Единый. Легко, конечно, это сделать за Сальвадор, поскольку он фашистский, и оправдание цели войны будет максимально быстрое. Давайте сразу же запустимся. Конечно, промо у нас составляет желать лучшего, но мы сможем быстро модернизироваться вот по этому решению, когда мы национализируем все вот эти вот государства. Потому что там можно будет включить Юкатан и Панаму вместе с Панамским каналом, но тут придется выскупать, но давайте пока базового зародим. И, я думаю, развитие промышленности мы возьмем. И будем просто дополнять нашу армию. То есть я до этого проходил, поверьте, можно захватить, имея буквально 6 дивизий. Но дивизии, правда, я меняю у них комплектацию вот тут вот. И у нас изначально 3 дивизии. Которую мы поставим вот тут вот. Первой нашей стороной будет Гватемала. Естественно, средников у нас нет, поэтому мы берем какого-то рандомного полевого коммонтира. Вот это будет он. Он базовый, все по единичкам. Назначаем. Ставим войска на тренировку, ставим им такой приоритет. По исследованию берем нормальные винтовки и базовые станки. Естественно, у нас не хватает ресурсов, который мы будем покупать у США, хотя не-не. Все, ну, пока у США. Правда, мы не можем строить, но поверьте. У нас будет развитие промо через колонизацию. Так, у нас тут пока что мы не можем ничего взять, поэтому просто будем ждать. Ну, естественно, нам нужно накопить еще 100 политики, чтобы нанять чел на наступление. Потому что он реально будет давать нам что-то. Лучше мы взяли тогда, давайте после этого возьмем развитие политики, он нам как раз даст 120. Тут войска обучились, и отлично. Нам нужен военный опыт, ладно, пусть еще пообучаются. Нам нужен военный опыт. Они еще фармят нам укрепленность. Берем развитие политики, и мы с вами сможем нанять, да, я думаю, даже без этого, да, без этого, можем нанять НЛД. Короче, главнокомандующего с чертой на наступление мы сможем нанять. Он будет давать нам атаку дивизии, и получаем опыт армии. Ну, в принципе, по опыту у нас, ну, видите, медленно капает, с ним вообще будет быстро. И все, можем уже кинуть. Цель войны будет 240 дней, но ничего. Да, у нас все еще почему-то не хватает. Вау, у нас тут будет 200 политики. И возьмем строительство, и у нас уже новое изнащение, которое мы будем производить. Готово у нас 209, и берем второе развитие строительства. Или нет, пока что первое. Что по исследованиям, берем раньше времени улучшенные станки. К пить, у Гватемалы дивизий вроде столько же, сколько у нас, но у нас они очень слабо сделаны. А, у нас не хватает командного ресурса, который нам, кстати, тоже нужен будет для прорыва. Все, давайте не менее. Просто проблема Гватемала в том, что он постоянно ратирует войска. Но я перед этим посидел и не нашел способ, как это избежать. Даже без консоли. Готово, нанимаем, и отлично. И для начала давайте вкачивать нашу армию. А тут пока все, что можем позволить. Добавим еще одну каску. И у нас, правда, сбрасывается. Давайте у нас тут вот оружие один, его пока что мало. И у нас все армия из 400 штыков. Ну, вообще ужас. И берем развитие строительства 2. Теперь давайте тут что у нас по решению. Ничего у меня пока что не открыто. И мы можем тут сделать уже 6 касок. Больше мы пока что не можем позволить. У нас еще, правда, нехватка мэнпауэра, который мы сможем, к сожалению, компенсировать только к концу нашей колонизации. Да, это печально. У нас вообще промо 4. И это 3 фабрики, которые мы используем. Только один военный завод. Чисто, что у нас гражданская экономика. Просто можем поднять призыв до ограниченного. И у нас появятся войска. И еще берем пехоту. Нам не хватает. Теперь хватает. Готово. Войска у нас уже обучены. А нет, мы поменяли опять. И у нас пока что нехватка оружия, к сожалению, в армии. А ничего, давайте возьмем развитие инфраструктуры. Не, лучше взять, давайте, развитие армии. Тут у нас все нормально. Агентство, я думаю, мы создавать не будем. Что у нас по стройкам получается? Пока что можем только одну фабрику. Да, она будет готова к 39. Поэтому, да, ну что, мы сможем наш промо вкачать быстрее. Так, у нас тут по одной политике витей неплохо. И когда уже будет готова цель войны? Уже почти. Так, тут полностью нет. К сожалению, наша армия еще не доукомплектована. А мне хватает 400 винтовок, которые мы сейчас будем усиленно производить. И возьмем еще развитие вооружения. И до такого числа у нас появился цель войны. До 24 февраля. Сейчас 28 декабря. Время еще есть, в принципе. Меньше месяца. Ну, не месяц. Так, давай теперь подождем. И... Да, 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 уже 300. Отлично, еще. Тут-то по-прежнему не хватает. Ну, посмотрите, у нас базовое оружие 500 и новое оружие уже 230. То есть, это какой-никой прогресс. Ну, и я думаю, возьмем давайте в честь этого капитана индустрии. Он вроде как полезный. Ну, будет нам помогать строить. И уже с 1 февраля. Всего лишь нам не хватает соточки. Давайте. И все. И сейчас уже 21 февраля. Все, ладно. Приведу заранее. И смотрите, как тут работать. Всем тревять дивизиями упарываемся вот сюда. Господи, мы сейчас запустили это ошибку. Окей, попробуем ее исправить. Короче, ни в коем случае не оставляйте столицу, потому что заходите в столицу и вы капаете. Нужно просто ловить тайминг и успеть ставить войска. А, ну и да, пока вы будете воевать с Готемалой, вы не сможете торговать в США, поскольку она лежит посередине торговых путей. И теперь давайте отбиваемся от них. И все, сейчас берем столицу, они капнут. Готово, аннексируем их. Отлично. Первая сторона есть. Теперь сразу же у нас Гондора. Сразу же оправдываем цель войны. Новые дивизии нам не нужны. У нас по сравнению с Америкой и так хорошие. Потому что, ну, камон, мы играем за среднеамериканские страны. Ну, это вообще как-то... Когда у нас будет готово? Ну, еще долго. За это время можем закончить, наконец, полностью перевооружение и наградить дивизию Крест-Героя для дальнейшего прорыва. У нас уже получается, мы практически полностью убрали из нашей армии старые винтовки, изменяем их винтовками нового образца. Новые пока что мы исследовать не можем. А, жалко, конечно, ничего. Уже 37-й год. Фабрика будет достроена в 40-м. Вау. Почему-то дольше. Ну, ладно, подождем. Просто у нас, понимаете, вот эта пробка, она не национальна. Следовательно, мы не можем тут нормально поведеться пром. Но когда мы прожмем это решение, поверьте, у нас будет прям все классно. Теперь берем инфраструктуру, потому что если бы там, везде, у нас всего лишь один регион вкачали, а так у нас вот должны вроде как все. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Что, может, покажется? Нет, нам не позволяет. Наши людские ресурсы нам не позволяют. Поэтому давайте подкопим сразу 150 политки, чтобы, когда началась война, мы могли поднять призыв. Конечно, знаете, что хотелось бы? Хотелось бы полностью отжать Панаму. Просто, чтобы дополнить нашу империю. И на крайняк, прикиньте, взять, захватить Юкатан и еще одну вот эту маленькую пробку. Ну, то есть нам придется воевать с Мексикой, который очень сильно за... Один Юкатан с Британией ради вот тоже одной пробки. И с США тоже ради одной пробки. Что, чтобы полностью объединить. Но, я думаю, пока что мы просто ограничимся обычным объединением. То есть вот, раз, два, три, четыре. Уже нам меньше стран объединять. Берем снова развитие инфраструктуры. Второе уже. Вау, у нас тут инфраструктура на соточку вкачана неплохо. У нас тут, правда, в 313-ом стоите тут вообще на максимум, а наша столица хуже прокачана. Непорядок, но ничего. Тут вообще максимально легко будет взять. К сожалению, у нас нет чела на приходу. Ну, что. И пока еще есть время. Ладно, возьмем все-таки раннюю мобилизацию экономики. И политка у нас стабильна. Плюс 1.06. Теперь получается 240 дней. Уже у нас есть. Да, жалко. Можем не успеть накопить. И тогда просто подождем. Вот тут вот. Так, берем... Точно не можем уже взять. По-моему, что тогда 165, потому что там 10 будет компенсировано. И... Да, все-все. 165 у нас есть. Берем развитие строительства. И сейчас все будет готово. И у нас уже дивизия. Скоро... Ну, не скоро, но, короче, делаем еще ветеранную. Так, тут сразу вот сюда упараемся. Конечно, можно в столицу, но тут проще вот так. И... Поможем даже взять подрыв панамского канала. Но у нас нет... 185 стоит, да? Он под США. Окей. И мы можем... Нет, не можем. А, почему? А, точно у нас нет никакой поддержки в войне. Она должна быть 20. Жалко, конечно, но ничего. Сейчас мы берем, получается, вот эту приграничную территорию. И штурмуем столицу. Обнас с этой стороны паровый... Ну, мне не знаю. Давайте прожмем. А... Ну, да, все. Оборона у них сыпется. Им даже ротация не поможет уже по времени. Хотя, может, сейчас поможет. Ну, не буду уже ездить. Все готово. Теперь Гондорас тоже наш. И следующая сторона, это у нас Никарагуа. Опять-таки... Вставляем войска. И у нас... Нехватка для призыва еще. Жалко, конечно. Но наш промок, кстати, видите, растет. Уже в 38-м будет закончено. И берем доп. ячейку для исследований. Потому что, ну... Две ячейки у нас в конце игры будет хотя бы четырех. Тут как с Никарагуа. Тут сразу столицу будем штурмовать и все. Это Никарагуа должна стать одной из самых вообще легких стран захвата. Что там в Италии, что, гражданка была? Ну-ка. Что? Соединенное Королевство объ... Блядь, блин. Что сейчас произошло? Походу, знаете... Походу, Эфиопия это поражала... Короче, тут есть какой-то фокус. А, вот, возвращение Эфиопии. Который позволяет втянуть Британию на данный момент. Войну против Италии. Стреть втянула. Италия сейчас марионетка. Зачем-то они Ливи в паре. Прог выделили. Дальняя зависимость от Сомали. Эритрея стала тоже марионеткой. Эфиопия забралась. Сутанатул. Ну, короче, Афара для него. Ну, неплохо, неплохо. Она сейчас будет демобилизация экономики. Почему? Должно быть... А, все, у нас все выполнилось. Так. Что у нас тут есть? Что генерал портит мейстер? Давайте тогда пробуем взять брентехнику мастер. Нет, там... Ну, что у нас нет, к сожалению, тут брентехники. Мексика уже полностью перекатилась в демократию. Вау. Офигеть. Они уже полностью демократы. Блин, так быстро. Как они? А, скрещу, через социалисты-реформаторы пошли. Тут быстро. Раз, 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 раз. А, скрещу, арестовали его. Я его почему-то поддерживаю. Не знаю, почему хочется меня поддержать. Потому что... Прикольный фельдмаршал. Ксендавра объединяла это... Всю Америку. Вот прям вот эту вот. Всю под руководством Троцкого из Мексики. Да, круто. Правда, потом его отправил в отставку. А потом его убили. Ладно, у нас уже и слилось. И, блин, как-то скучно ждать, пока у нас уже все добавится. И у нас ноль. Просто ноль... Нет их... Рекрутов. Ладно, будем надеяться, что когда мы захватим Никарагуа, что-то исправится. А ждать еще долго... Ну, да, скучно. Играем развитие армии. Прикольно будет потом ее, кстати, развалить и за нос собрать. Смешно будет. Прям там вроде любую страну можно. Просто Сальвадор легче... Хотя мы изначально вот в этих двух провках... Один стоит у нас. У меня не посмотрите, как Сальвадор быстро разрос все. Вау. А, и у нас готова цель войны. Угу. Давайте возьмем тогда саперку. Лопату добавим потом. Тут просто опарываемся и все. О, тут даже без вынужденной атаки мы берем из столицы. Все, столица подна... А, точно. Блин, я забыл, Никарагуа, что в этом плане самый сложный стран для капитуляции. Ой, мы столицу-то взяли. Но все равно придется попотеть. Ладно, что-то я совсем забыл про этот проблем. Берем разве троту. Они зашипятят, поход-то... Они не похожи. Угу. У нас есть даже выборы есть. Прикольно. Утип, как к польский путь, вроде... Или там путь Роззаневского СССР. Не помню, короче. Так, у нас проблемы. Я просто раньше всегда брал в регион. Сейчас не хочу лишний раз тратиться. Мы потеряли 674, а не 3К человек. Все, Никарагуа капитулировали. Осталось взять Костерику, и мы будем победителями. В этой партии. Ну как, мы просто объединим с вами страны Центральной Америки. Национализируем их. И у нас по-прежнему нехватка. Ай. Ман-пауэр для призыва. Ну ладно. Без этого. Существует три дивизии просто. Или нужно просто скомплектовать, и все. Та же особой ручками нужно работать. Просто направляешь их. Нужно направление. То есть нужно там кат выбрать. То есть все. Просто берешь ключевые города. Тракт электроники, машинное строение. И у нас мы можем наградить дивизии. Атаку дивизии дадим. И организацию. Короче, у нас это будет самая вкачанная дивизия. Угу. Уберем развитие доктрины, чтобы легче ее вкачать. Боже, что я сделал. Все, теперь можно качать доктрины. Блин, долго еще ждать. Мне удивляюсь, что у меня до сих пор США гарантирует абсолютно всех. Это я просто не обновил. Где блядь? Заметься, что я почему-то уже гарантирует. Меньше странно. Интересно, почему же так? Небойте, мы взялом еще на одну меньше. Это шажет. Доктрина Монро. Монро, Монро. И, по-моему, короче, поправьте мне в комментариях, я реально помню как-то. Правильно. И отлично. Берем старейшего в Франции. Все строится отлично. У нас инфраструктуру восстановим. Она, конечно, пром у нас по-прежнему маленькая, но поверьте. Прожать вот одно решение, навязать и Коста-Рику, и все. Вот видите, одна одна осталась. Контролирует регион, стоит 316. Но это у меня просто так подписано в этом. Мне может быть прикол в коммунизм перекатиться, или в демократии. Ну, я в демократии уже перекатывался. Можно в коммунизм перекатиться. Мы по-прежнему строим только одну фабрику. Ничего, ничего. Все мы поправим. Так, мы бомбардировщики у нас будут. Это зачем же мы основной ветку фоксов прошли и отлично объявляем войну. И тут проблем таки возникнут, потому что у меня все на изи капнули. Готово. Отправляем отсенить у нас сейчас 13 фабрик и 0 дивизий. Вернее, 0 рекрутов. Прожимаем. Сразу посмотрите, фабрик, сколько стало и все. Отлично, отлично. Просто замечательно. Так, берем поездайдопку. Распределяем все это. Пам-пам. Готово. У нас еще также новые верфи. Будем конвои строить. Готово. Итак, 3 дивизии. Посмотрите, объединили. Еще будет решение включить Панаму и включить Республику Юкатану. Еще вот. Теперь мы претендуем официально на этот регион. Видите? Конечно, это была только Белиза. Теперь и Центральная Американская Империя. Что, я думаю, это повод возвращения территории. Ладно, ладно, ладно. В общем, тут не лень делать выставку просто в Панаму. Мы и так ее взяли. Ну и все, короче. Давайте всем пока. Мы молодцы. Мы взяли 3 дивизии. Покорили Центральную Америку вообще на изи. Ай. Мы объединили все. Где чем-то санализировали. Давайте все. Не знаю, зачем сохраняю. Я уже играю. Вот у меня это видео. У меня демократ, у меня троцкий. У меня югославиат играл тут с модами. Тут Советский Союз. Тут Советский Союз Троцкого. Тут Англия, Норвегия, Германия, Испания. Короче, вот. Сам видите, вот. Люблю за все страны играть. Вот даже. Даже это у меня есть. Ладно, давайте, короче, всем это. Пока.